Девушки отдыхают Пришло время сделать угощение из того, что принесла нам весна Оно будет еще вкуснее, если вы приготовите то, что сами вырастили или поймали Чтобы доказать эту простую истину, я постараюсь убедить девушек из местной парикмахерской Недолго отвлечься от волнистых пудрей и прогуляться по волнам с удочкой Она еще живая, дергается Скользкая гадость Какой ужас Ну как вкусно Тем временем мои друзья из пристали на собственном опыте узнают, что у разведения свиней есть свои радостные и грустные стороны А я прямо сейчас приготовлю что-нибудь из того, что как раз созрело А это молодой чеснок Ух ты! И крыжовник Просто отлично Дом у реки Весна Сейчас середина июля Пора сказать до свидания весне и здравствуй лету И первому настоящему урожаю Так что через пару дней мы устроим праздник и откроем двери дома у реки Всем, кто захочет вместе с нами отметить наступление лета Устроим настоящий фестиваль Опора должна стоять криво, так задумано У этой ткани такой приятный запах Она пахнет стариной, пахнет английским летом И определенно попахивает пирушкой Но пока я еще не полностью увяз в приготовлениях, надо бы выбраться на огород Втихаря надергать чего-нибудь вкусненького Вы только посмотрите на эту красавицу Ишь, как вымахало Только полюбуйтесь Уж не знаю, что это Вкус уходящей весны или вкус наступившего лета Но в любом случае вкусно до безумия Самое милое дело Какая красота Да, из теплицы я, пожалуй, выйду с пустой корзинкой Но зато с полным животом Если не считать картошку, то горошек и морковь у нас в Британии, пожалуй, выращивают больше всего И больше всего любят Но у меня есть еще один любимец, который более популярен на континенте Встречайте Вот он, молодой чеснок Не стоит смотреть на него, как на приправу Это полноценный овощ, из которого можно приготовить прекрасное, самодостаточное блюдо Лично я выращиваю чеснок, чтобы весь его собрать в начале лета и сразу же использовать Молодой чеснок заметно отличается по вкусу и свойствам Мой повар Тим тоже поклонник этого овоща Сейчас мы вместе придумаем, как бы наш чеснок приготовить Это не чеснок, это что-то Правда же он красивый? И не говори Для начала мы просто испечем чеснок с каплей масла и щепоткой соли Ему вполне хватит 45 минут в хорошо разогретой духовке Это самый простой способ сполна насладиться вкусом молодого чеснока Он станет сладким и достаточно мягким, чтобы жевать не очищая На вид почти как яблоки в карамели на палочке Точно Какой нежный вкус Да, вкусно Совершенно без чесночной резкости Но мы хотим раскрыть вкус чеснока во всей его полноте И у каждого из нас есть рецепт, в котором тот сможет заиграть новыми красками Ты попросил меня подогреть куриный бульон Да, спасибо Я подозреваю, что ты задумал какой-то суп Совершенно верно Тим без затей разрезает головки чеснока пополам И припускает в бульоне около получаса Думается, что они уже почти готовы Значит, ты хочешь воспользоваться блендером? Опять в точку Какой же дух из кастрюли пошел Очень-очень нежный чесночный запах Полученную кашицу надо протереть через сито, чтобы удалить все грубые волокна Ух ты! Просто потрясающий, Тим Очень яркий вкус куриного бульона И не менее яркий сладковатый вкус чеснока Да, не слишком сильный Он не перебил вкус самого бульона? Не слишком сильный Теперь моя очередь Я думаю приготовить индийское баджи из чеснока Луковое баджи не так просто хорошо приготовить В ресторане могут подать и страшную гадость, и очень нежные вкусные блюда Думаю, что с молодым чесноком тоже надо будет постараться Я режу чеснок для баджи как можно тоньше Забавная штука, этот свежий чеснок Думаю, что только вот эти зубчики останутся, когда он высохнет А все остальное просто превратится в тоненькую шелуху А ведь может и в дело пойти Верно А можно мне кусочек? Только черный слишком увлекаться Готов? А ведь слезу-то вышибает Злой такой чеснок Недобрый По крайней мере мы в равных условиях Что верно, то верно Теперь если целоваться, то разве что друг с другом Жидкое тесто, в котором жарят баджи, как правило, делается из нутовой муки Нут еще называют турецким горохом, но ложка пшеничной муки тут пойдет только на пользу В тесто мы добавим немного молотого кориандра и зиры А еще чернушку или нигеллу А еще немного острого перца и порезанных листьев кинзы Отличный кляр можно сделать на воде, но еще лучше на пиве Как пахнет, ты понюхай Какой запах Смесь чеснока с тестом небольшими борцами надо опускать в кипящее масло Баджи должны зарумяниться На вид просто потрясающе Но не надо торопиться внимать их Баджи должны прожариться и в центре, чтобы вкус чеснока стал более мягким Подавать мы их будем с раидой, соусом на основе йогурта и поджаренными стеблями чеснока Чеснок еще, пожалуй, чуть сыроват, но жара хватило, чтобы смягчить его вкус И, по-моему, очень удачный вышел кляр С первого же раза Пожалуй, ничего особенного менять не буду Но как заслужил я поцелуй Теперь я вместе со своим парикмахером и ее подругами отправляюсь в море Познакомлю их с рыбками Она еще живая и дергается Ужас какой-то И прогуляюсь в полюс Ведь на весеннем празднике не дурно бы и выпить Весна уносит с собой старое и приносит новое Хорошее время для перемен Доброе утро Так что постригусь-ка я Как будем тебя стричь? А что бы ты предложила Мэнди? Вопрос на миллион, я даже и не знаю Сидя в кресле и общаясь с Мэнди, я узнал, что она прекрасно умеет управляться с волосами, но совершенно не умеет с рыбой А когда ты бываешь на побережье, в Лайм-Риджисе, ты никогда не думаешь? Какая же здесь, наверное, рыба водится? Нет Думаю, это надо исправить Поехали на рыбалку Здорово Ты еще табличку такую можешь повесить на дверь Ушла на рыбалку? Да Мне тоже не помешает взять выходной, так что я договорился со своим другом Мэттом, что он возьмет нас с девочками в море, поискать чего-нибудь вкусного на ужин У некоторых сама мысль о рыбе уже вызывает такое чувство безгливости За много лет я окончательно убедился в том, что лучший способ убедить человека полюбить рыбу – сделать так, чтобы он полюбил рыбалку Так что Мэнди и ее подруг ждет рыбное крещение Свои страхи надо преодолевать А еще лучше сделать так, чтобы то, чего вы боялись, начало приносить радость Вы голодные? Очень Прекрасно Кстати, на борту ничего слезного нет Что поймаете, то и ваше Мы будем ловить макрель В это время года ее тут хоть пруд труднее Мне как-то жалко их ловить Но если рыбу не поймаешь, не убьешь, то и не съешь Так у меня начало клевать Бог ты мой, крюнуло? Давай, давай, наматывай леску Не могу Не можешь? Не хочу Тогда рыба сорвется с ключка Не могу, мне не нравится Ладно, первый я сам, а дальше уже ты Нет, Мэнди, не убегай Нет, нет А, это твоя, Мэнди Нет, я не буду, я не хочу, даже слышать не хочу Ладно, Мэнди Я хочу, чтобы ты просто ее подержала Просто потрогай Она еще живая и дергается Рыба уже мертвая А вот и нет Господи Да не убегай же ты Мэнди нужно побороть брезгливость Просто взять и сделать, не боясь испачкаться Давай попрактикуйся на этой А можно мы ее накроем вот так? Не хочу смотреть ей в глаза Давай, разрешу головы Вот, правильно Не могу вытащить Мэнди, отступать поздно И потом без труда не получишь рыбку на ужин Просто возьмись покрепче, всей пятерней Что это? Просто внутренности Какой кошмар Вот взялась, теперь потяни Молодец Теперь хорошенько прополоскать в ведерке Макрель у нас только на закуску Для основного блюда у меня припасено кое-что посложнее Не бойтесь, дама Если он нападет, я его загарпуню Боюсь Боже мой Осьминог Что это такое? Мэнди, это каракатица Фу, каракатица Что это? Она вкусная, как осьминог Что-то я такое раньше слышала Так, протяни руки, вот так Просто протяни их ко мне Она меня за палец схватила Весной и летом каракатицы подплывают по бережью, кормятся и плодятся А вот тут маленькая Такие ловушки не вредят окружающей среде Не повреждают растения на дне В них не попадается рыба А каракатиц меньше килограмма весом Мы все равно отпустим Посмотрите на это облачки чернил Ладно, что мы имеем в итоге? Троица прекрасных и очень вкусных головоногих Я хочу, чтобы все вы помогли мне их почистить и приготовить для гриля Удар по голове, и моллюск оглушен Глубокий надрез, чуть ниже глаз, мгновенная смерть Быстро и без мучений Мэнди мне поможет ее выпотрошить Я даже не знаю, исправлюсь ли Пушурулька там еще Я хочу, чтобы ты все внутренности вытащила Не буду Что случилось? Не пугай так Ладно, давай еще раз Отвратительно Какое отвратительно, моллюск прекрасен Фу, тяни, тяни, тяни Мне не нравится Молодец, умница Ты достала чернильный мешок Куда это? Забор? Молодец Чтобы добраться до вкусного мяса, Мэнди придется снять с каракатицы кожу Как будто надеваешь перчатку Мы почти полностью почистили каракатицу Теперь осталось только вынуть эту кость На самом деле, это недоразвитая раковина Эти штуки часто выносят прибоем на пляже Их сушат и вешают в клетки попугаям, чтобы те могли точить о них клювы Вот такая вот косточка А из остального мы очень скоро приготовим что-нибудь вкусное Щупальца с головы мы тоже обрежем Вместе с остальным мясом мы замаринуем их для гриля в простой смеси из масла, чеснока, соли и перца С потрошенной макрелью мы поступим почти так же, только добавим немного свежей лаврушки, мелко порубив ее Сочетание лаврового листа и макрели просто изумительно, когда жаришь ее на гриле Когда чуть подгорает кожа, чуть подгорает лавр, такой прекрасный запах идет Без всякой брезгливости и с большим энтузиазмом, Мэнди делает рыбе массаж с маринадом Как пахнет! Ты ее покатай в маринаде Чувствуете, как вам запах? Пьянит Пьянит? Хороший подход, мне нравится Похоже, что мой замысел удался Мне удалось подружить Мэнди и девушек с рыбой Очень вкусно Вот, смотрите, то, что мы и хотели получить Эти надрезы раскрываются сеточкой А теперь только еще чуть-чуть подрумяните, видишь? Вкусно Уже кончилось Я все съела Пару недель назад, когда мы начали готовиться к пробу Победом весны я с ребятами из дома у реки отправился на охоту за одним ингредиентом, который поможет оживить наш праздник У нас будет настоящий пир, так что обязательно нужно шампанское Я хочу приготовить классический обращик домашнего виноделя Шампанское из цветов бузины Кусты бузины как раз в цвету Привет! Помогут мне Стив и Наоми Очень удачно, что мы их начали собирать, когда они только зацвели Через неделю будет еще больше цветов И еще через неделю опять появятся новые Нижние ветки мы все обобрали Теперь приходится импровизировать Давай-ка попробуем поднять Наоми повыше Готовы? Теперь ты выше нас обоих Вы только не двигайтесь Слушай, я, конечно, не против, что у меня на плечах сидишь, но ключи-то из заднего кармана можно было бы и вынуть Ладно, думаю, что этот трюк мы освоили, только давайте закругляться, пока никто не упал Потихоньку, потихоньку Чтобы шампанского хватило на всех, мне нужно будет много цветов Солидная добыча Прекрасно, большое тебе спасибо Так, девочки, кто со мной займется шампанским? Кому больше нечего делать? О, Стив! Ты же знаешь, я не откажусь Для праздника мне нужно будет больше ста бутылок шампанского, так что работаем мы с гигантскими объемами продуктов 10 килограммов сахара надо растворить в 20 литрах горячей воды Сироп поровну взливаем по двум бакам и в каждый доливаем еще по 30 литров холодной воды Дальше сок и цедру от 20 лимонов По десятку на бак Так вкус будет свежее У нас здесь по меньшей мере 120 соцветий Немножко сюда И, наконец, по 5 столовых ложек белого винного уксуса на бак Примерно Раз, два Нет, думаю, все-таки надо побольше Я знал, что ты это сделаешь Самое прелестное в этом рецепте — это то, что не надо добавлять дрожжи Ты ведь помнишь, мы на этом этапе, как правило, добавляем винные дрожжи А тут не надо, само забродит Да, верно На цветах много диких дрожжей Шикарно Надеюсь, нам повезет Количество дрожжей на цветах может отличаться Тут много зависит от года От того, какая погода была Так что мы малость рискуем Баки накрыты, теперь их можно оставить в прохладном месте И надеяться, что содержимое через сутки начнет бродить Если через два дня не начнется, надо будет, наверное, немного дрожжей все-таки добавить Мухлеж, конечно, но думаю, это не понадобится Того, что есть на цветах, я думаю, что вполне хватит Прошло несколько дней, и настало время проверить, как там поживает наше будущее шампанское Мда, что-то мне кажется, что в этом баке как-то слишком сильно процесс пошел А в этом такая же шапка пены только начинает появляться Я очень надеюсь, что под шапкой пены наше шампанское бродит и набирает вкус Думаю, что в обоих баках процесс идет как надо Только в этом он начался раньше на день-другой Мы ждем на праздник больше 800 посетителей Нельзя позволить, чтобы половина нашего сусла пропала Так что будем рисковать Процедим и смешаем содержимое обоих баков Будем надеяться, что напиток удастся Мне кажется, что в одном баке все было нормально, а второе — запаздывал Хочется верить, что смешав их, мы получим то, чего хотим Все ждут шампанского Да, все ждут, все надеются Не хочу, чтобы пошли слухи о том, что Хью винодел потерял хватку Ни за что Нельзя этому позволить Погоди, а чего ты на меня так смотришь? Ну, я просто думаю, на кого бы свалить вину, если все скиснет Прошло 9 недель с тех пор, как я помог пяти семьям обустроить участок под Бристолем Теперь они называют его ежевичной фермой и уже снимают первый весенний урожай Яйца, овощи — все это отсюда, ребята Все это плоды вашего труда Вы верите в это? За нас Всего через несколько недель на вольных хлебах у спасенных с птицефермы кур Гребешки снова стали красными И почти полностью отросли перья Мы все записываем в журнал Сколько яиц они снесли в такой-то день И надо сказать, яиц довольно много Но главная деталь всего проекта — две пары свиней породы Седдлбек, которых я сюда привез Свиньи стали всеобщими любимицами, но я надеюсь, что к ним не слишком привязались Эти животные отправятся на бойню, чтобы у ребят было мясо Такой аппетит Боюсь, я слишком к ним привязалась Мам, ну это же свиньи Ну и что? Они свиньи Я хочу их есть Хотя бы Трэвис вспомнит о том, почему они завели свиней Зато взрослые совсем размякли Эти свиньи полностью изменили мою жизнь Они мне как дети Честно говоря, я совсем потеряла голову из-за них Мне нравится на них глядеть Могу весь день тут проторчать Сам потом удивляюсь Нет сомнений, что все семьи трудятся на благо фермы Но если ребята хотят, чтобы проект посуществовал дольше, чем одно лето Им придется думать о том, как покрывать расходы в будущем Чтобы поддержать фермеров, я предложил им продать часть их продукции на нашем празднике весны Вам нужно серьезно подумать над тем, что вы будете продавать На чем сможете заработать Даже не знаю, что у нас тут может быть Расцвела бузина, и мы могли бы... Прекрасная мысль, но ты первый об этом подумал Прекрасная мысль, не начинай Я уже поставил шампанское из святого бузина Мы можем набрать пару десятков яиц Тут растет малина Можем сделать джем Ребята, мне кажется, вы не в том направлении думаете Скажите, почему я привел вас именно сюда? Из-за свиней и свиньи Зажарим на вертеле Они как раз набрали нужный вес, правда? Да Если вы решитесь, то одной из хрюшек придется отправиться на бойню Я зажаркоем Да, я тоже Это хорошая идея Ну так как? Мэнди, ты как? Это здравая мысль Да Я не против Шучу, шучу У них есть чуть больше недели, чтобы выбрать, какую свинью отправить на бойню Я просто должна осознать, что на самом деле все это хорошо У нас будет хорошее мясо от животных, за которым ухаживали, которые хорошо кормили Это не непонятно, какая свинина из супермаркета Да, в конечном итоге все они отправятся на скотобойню Не знаю, может быть это плохо Но когда я кормлю их или глажу, чешу Я все думаю, тебя бы да, на бутерброд Клэр прикипела к свиньям больше, чем все остальные бристрельские фермеры Какая озорница, все, больше не получишь Она очарована этими животными и хочет побольше узнать о том, как их выращивают Я бы хотел отвезти ее на выставку Правда? Да, было бы здорово Я чувствовал, что ты скажешь что-то такое Я хочу и уверен, что справлюсь Все-таки можно спросить, почему? Честно говоря, я увидела в одном сериале, как героиня отправляется на ярмарку со своей свиньей И теперь от этой фантазии уже не избавиться, верно? Ну да, потому я и хочу участвовать Я просто подумала Да, это же будет весело Мне очень хочется поехать с ней на выставку Ты знаешь, показы животных действительно тут часто устраиваются А теперь ты фермер Верно Поэтому я и хочу поехать, имею полное право Ну я волнуюсь Ну что сказать, лучше уж победи Буду пытаться, надеюсь, что получится Давай, удачи тебе Спасибо 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 Это смелый поступок Скоро мы увидим, не подложит ли Клэр свинью ее любимая свинья Нет, не смей Я сделаю из кислой ягоды сладкий весенний десерт Лучше не бывает И докажу, что дешевая курятина отнюдь не полезна для вашего здоровья От жирных куриц к жирным людям Верно До того момента, как мы отпразднуем конец весны и начало лета, остается всего несколько дней Приготовления идут полным ходом Я хочу, чтобы гостей встречали холодным бокалом шампанского Но пока еще не ясно, будет ли у нас что подавать Чувствуешь запах? Да, чувствую Сусло бродит уже почти неделю Оправдала ли себя моя идея смешать обе партии? Пенится Знаешь, мне кажется, что у нас получилось Наконец-то процесс в обоих баках идет более или менее одинаково Чтобы перелить сусло из бака по бутылкам, мы воспользуемся сифоном Ну, кто подсасывать будет? Ты, конечно Ладно, тогда держи тот конец и следи за уровнем сусла А ты там все не выпей Да, я уже спинту употребил Несколько дней шампанское будет дображивать в бутылках Так что до праздника оно может и не успеть насытиться углекислотой Или наоборот, бутылки взорвутся Что-то я нервничаю Тем временем новоявленный фермер из Бристоля выбирает свинью, которая отправится на скотобойню А Клэр думает, с какой хрюшкой ей ехать на ярмарку Ей непросто было сделать выбор, но все же у нее получилось Свою избранницу Клэр назвала Цветиком Давай, покажи, что мы умеем Ничего не умеем, просто сидим Я очень волнуюсь, я действительно поеду на ярмарку Так и не могу поверить Клэр должна научиться контролировать животное Мой специалист по домашней живности Ричард приехал, чтобы дать ей несколько советов У тебя будет такая вот доска и палочка, не твоя задача Все хорошо, милая, не волнуйся Доска нужна, чтобы животное двигалось в правильную сторону А палкой нужно его слегка подталкивать Я поняла Даже не знаю, давай-ка я вылезу, а ты сама попробуешь Вот так, давай, давай Ты должна стоять чуть за ней, вот так Умница моя Ричард мне только что сказал, что он готовит свиней к ярмарке под 3-4 месяца А мне придется ее всему научить за 3 часа Успею ли я, не знаю Значит, задача в том, чтобы она прошла вдоль заборчика? Да, медленно и не сбиваясь с курса Шустренько Она, наверное, самая бойкая? Я больше не хочу У Клэр всего неделя, чтобы научить Светика медленно идти туда, куда скажет Боже мой, я буду выглядеть идиоткой Светик, иди сюда Иди, милая, иди ко мне Неделя, говоришь? Ситуация непростая Значит, нужно принимать и соответствующие меры Ричард рассказал Клэр о старом трюке свиноводов Так, мы попробовали одно, попробовали другое Теперь будем пробовать шоколадный крем Это последнее средство Если и оно не сработает, то Светику просто не стоит появляться на ярмарке Получается, получается Ей нравится Видите? Ей нравится Молодец Но на ярмарке трюк с кремом строго запрещен Не подложит ли Цветик свинью своей хозяйке? Это первое задание, Клэр Надо завести ее в загон Ну вот, кто у нас в загончике? Молодец, свинка В сельскохозяйственную выставку графства Сарой посетят тысячи зрителей Здесь будут представлены лучшие животные юга Англии Соперники у Цветика серьезные Сравни размерчик Твоя-то поменьше будет Господи ты, боже мой Я буквально холодею от страха За несколько минут до выхода Цветика натирают детским лосьоном Думаю, что у нас получится Все у нас выйдет Сюда Хорошая девочка Умница Нет-нет-нет-нет Не туда Нет-нет-нет Молодец Давай еще Правильно Рисунок на доске Клэр очень милый, но под дождем краска растеклась И у Цветика теперь на ноге модная татуировка Хорошая девочка Цветику вряд ли удастся завоевать медали лучшего животного на смотре Простите, мне очень жаль, простите Но, к счастью, есть и другие категории, в которых ее таланты могут пригодиться. Второе место в категории «Хвост крючком». Еще одна медаль в категории «Самые непослушные животные». Спасибо вам. Еще одна медаль, которую можно будет показать домашней. «Самая норовистая свинка». Спасибо. Парочка только набирает обороты. Еще одна медаль «Свинья», которую судья больше всего хотел бы забрать себе домой. Или все это, чтобы понравиться хозяйке? Спасибо огромное. Боже, господи, у нас первое место. У нас получилось, это правда. Молодец, пышечка моя умница. Молодец. Ну как тебе, Клэр? У вас получилось, молодцы. У нас два первых места, два вторых, и вот еще одна. Я ею больше всего горжусь. Самая модная свинка на выставке. Молодец, Светик. Семь недель назад я совсем ничего не знала о свиньях. Мне очень запомнился этот день. Просто потрясающее ощущение. Простите, что я плачу. Я тут так повеселилась. Я не отпущу мою девочку на бойню. Костюми лягу, но не пущу. Ни за что. Не отдам. Хорошая моя. Умница. Тем временем в саду, дома у реки, появились мои любимые ягоды. Если есть что-то лучше первых весенних овощей, так это первые весенние ягоды. И самая английская, самая любимая из них – крыжовник. Сейчас они уже очень вкусные, но просто невероятно кислые. Так что нам понадобится очень много сахара. К июлю-августу они уже станут сладкими. Но я все-таки попробую изобразить из них что-нибудь уже сейчас. У незрелого крыжовника такой сильный вкус, что можно обойтись даже небольшим количеством. Он отлично подходит для мороженого или щербетов. Но есть еще один холодный десерт, который я очень люблю за то, какой он простой. Это гранита. По сути, мы будем делать просто ягодный лед. На килограмм крыжовника мы возьмем 300 граммов сахара. Пару листочков свежей мяты. С ней крыжовник будет на вкус менее кислым, и лучше будет чувствоваться слабость. Мята тут поможет сахару. Крыжовник надо залить небольшим количеством воды, просто чтобы покрыло, и довести до кипения. Они должны быть мягкими, чтобы можно было раздавить ложкой. Думаю, что уже готово. Не знаю, почему мы стали меньше любить крыжовник. В 18 веке проводились целые крыжовенные ярмарки. Судоводы со всей страны соревновались. У кого ягода больше, у кого цвет ярче, чья вкуснее. И человек, вырастивший самый крупный крыжовник в Англии, поверьте, пользовался огромным уважением. Так, а вот теперь надо попробовать на сахар. Когда вы делаете мороженое или щербет, или в нашем случае граниту, помните, жидкость, которая отправится в морозильник, должна иметь очень яркий вкус и быть чуть приторной. Протертое через сито крыжовенное пюре остывает в лотке, а потом в морозильную камеру. Теперь надо дать ему чуть подтаять, и снимайте вилкой столько, сколько нужно. Гранита может быть не хуже щербета на вкус, но сделать ее намного легче. Вот, собственно, и все. Раз, два. Первый крыжовник в этом году в такой чудесный день. Так приятно освежиться. Какая прелесть. Кислота чувствуется, но вкус уравновешен с сахаром. И чувствуется мята. Совсем чуть-чуть. В жару мята. Это что надо. Я снова вышел на тропу войны за кур. У моих противников есть сильный аргумент. Дешевая курятина с птиц и ферм – источник белка, так необходимого организма. Я никогда не мог поверить, что мясо, полученное в таких условиях, может быть чем-то полезно. Однако я хочу узнать, есть ли научное подтверждение моим догадкам. Профессор Кроуфорд – один из лучших британских специалистов в области питания и пищевых продуктов. Он изучал питательную ценность курятины больше 30 лет. Прошлым летом я пригласил его на свою экспериментальную ферму. Посмотреть на то, как растят кур в 21 веке. Да тут воняет. Пахнет неприятно, что да-туда. Жуткая вонь. Какой сильный запах помет. Это просто кошмар. Мне кажется, что держать животных в таких стесненных условиях совершенно негуманно. Это не говоря уже обо всем прочем. Их мышцы не получают работы. Птицы почти все время сидят, едят, убирают вес. Вы только посмотрите на них. Да это же яд. Однако условия содержания кур для Кроуфорда не главны. Он хочет понять, как такое мясо влияет на здоровье людей. Как вы думаете, это полезная еда? Нет, не слишком. Я бы такую курицу не купил. В сегодняшней курятине почти на 100 килокалорий больше, чем в мясе птиц, которых выращивали в 70-е годы. По сути, мы покупаем весьма жирный продукт. Пользы от современного подхода никакой ни для кур, ни для людей, которые их едят. От жирных куриц к жирным людям? Верно. Курятина, которую получают от накачанных гормонами бройлеров, отнюдь нездоровая еда. Жиром не столько же, сколько и в гамбургере. Но профессора беспокоит не только возросшее содержание жира в этом мясе. В 70-х годах курам позволяли расти медленнее, и они проводили больше времени на солнце. Так что в мясе содержалось больше жирных кислот омега-3. Это очень полезное вещество, стимулирующее работу мозга. Его много в рыбе. Не получая его, дети будут отставать в развитии, а у взрослых недостаток омега-3 может вызвать серьезные заболевания. Содержание омега-3, насыщенных жирных кислот в курятине, за три десятилетия упало со 170 единиц до 25. Неужели это очень значительное изменение? Да, весьма и весьма значительное. Содержание омега-3 в курятине упало почти на 85%, с тех пор, как начали применять технологии интенсивного разведения. Так вы говорите, что раньше мясо кур было полезно для мозга, а теперь уже нет? Совершенно верно. А как же кур из свободного выбола? Органическая птица. Такое мясо дороже, но полезно ли оно? Я попросил профессора проанализировать мясо от нескольких кур. Обычного бройлера, курицы, которую кормили кукурузой, содержали в несколько лучших условиях. Это мясо одобрено Королевским обществом защиты животных и органическую курицу свободного выгула. Через несколько недель он приехал в дом у реки, чтобы сообщить результаты и обсудить их со мной. Следует ли людям беспокоиться по этому поводу? На эти факты можно закрывать глаза или стоит о них помнить? Меня очень беспокоит то, что в продуктах на нашем столе становятся все меньше полезных веществ, особенно омега-3, жирных кислот, которые так нужны мозгу. Но получается, что это проблема всего человечества. Верно, это проблема для всех нас. К 2020 году различные нарушения работы мозга войдут в первую тройку самых распространенных недугов. Ладно, с чего начнем? Вот здесь у нас обычный бройлер. Совершенно верно. В нем все не так. В этом мясе недостаточно тех полезных веществ, которые обязаны быть в курятине. Большинство людей полагают, что мясо кур – дешевый источник белка. Но это не так. Такое мясо источник не самых полезных жиров. Результаты тестов показали, что жирность этого мяса достигает 12,7%, а омега-3 насыщенных кислот меньше 0,1%. А вот тут интенсивная птичка. Она содержалась в закрытых помещениях, но в соответствии со стандартами программы свободной еды Королевского общества защиты животных. Выращенная в таких условиях, курица может быть намного более активной, растет она медленнее. Так что это уже совсем не тот мутант с птицефермы. В этом мясе несколько больше омега-3 кислот, но и больше жира. С курами, которых кормят кукурузы, как правило, так и бывает. Жаль, я рассчитывал, что это мясо будет полезнее с точки зрения диетологии. Думаю, что оно могло бы быть лучше, если бы применялись другие корма. Да, я согласен. Чтобы организм курицы производил омега-3 насыщенные жирные кислоты, ей нужно пастись на траве, где она может есть жучков и червячков. Курам также необходима физическая активность, чтобы в ножках, в темном мясе, накапливались омега-3 кислоты. И, конечно, чтобы развивались мышцы, такая курица должна расти в естественном темпе. Курица с птицефером не получает ничего из этого. Так что органические куры явно должны выигрывать и по содержанию жира, и по омеге-3. Но так ли это? В этом мясе значительно больше омега-3 насыщенных кислот. Почти в 10 раз больше. В 10 раз больше, чем в цыпленке-бройлере? Да, именно так. Результаты исследования также показали, что в органической курятине на четверть меньше жира, чем в мясе-бройлере. Сложно оспорить полученные результаты. Если курица подвижна, если она имеет возможность, так сказать, пастись на зеленой травке и употреблять в пищу жуков и некоторые необходимые ей растения, ее мясо будет более полезным. Это бесспорно. Получается, что за здоровьем кур надо следить так же, как и за своим собственным, только полезной пищей и физической нагрузки. Вы правы. Значит, органические куры. Верно. Для меня очевидно, что если вы хотите получить полезное мясо, то животное должно вести естественный здоровый образ жизни. Так что в следующий раз, когда вы будете искать курицу на ужин, не стоит пытаться найти на полке птицу потолще. Ищите ту, что вела жизнь, которую и должна вести курица. Потому что именно благодаря этой правильной жизни у нее будет правильное мясо. Я продолжаю свою кампанию, направленную на улучшение содержания птицы. Я обращаюсь не только к покупателям, но и веду переговоры с крупными торговыми сетями, которые могли бы изменить свою политику. Угадайте, что это. Теперь я акционер сети супермаркетов Теско. Так что у меня есть право высказать свое мнение по поводу того, как им следует вести бизнес. Поняли, к чему я? Правильно, куры. На ежегодном собрании акционеров я представлю петицию с требованием поставщикам Теско улучшить условия содержания птицы. Владельцы в общей сложности 50 миллионов акций Теско заявили, что поддержат это требование. Куриный помет попал на вентилятор. В крупнейшей сети страны придется серьезно задуматься о том, какую курятину они продают. Бристольское хозяйство теперь называется ежевичная ферма. Мои новые друзья хотят заработать немного денег на обустройство участка, приготовив угощение для гостей на нашем празднике весны. Я не хочу, чтобы животные испытали сильный стресс, когда их погрузят в машину. Так что за пару дней мы подогнали фургон к их загонщику. Они поживут здесь и привыкнут к машине, на которой им предстоит ехать на бойню. Для одной из них это будет последний ужин перед отъездом. Страшно звучит. Последний ужин. Даже не верится. Жаль, что хрюшек придется убить. Я к ним сильно привязался. Мне будет их жаль. Завтра одна из наших свиней отправится на бойню. Это печально, но так мы сможем осознать, откуда берется вся наша еда. Я благодарен свинье. Благодарен ей за то, что она даст нам пищу. Наши животные жили хорошо. Они могли рыть землю, валяться в грязи. Это простые свиные радости. На следующее утро мы с Ричардом приехали помочь ребятам отвезти животное на бойню. Похоже, все готовы к этому. Клэр, Алекс и Боб решили, что должны сами увидеть, как это происходит. Итак, вы решили, какую мы отправляем? Да, ту, что с биркой 32. Да. 32. Самую толстую? Больше денег заработайте. Правильно. Теперь главное отвезти ее на бойню, без лишних неприятностей, и не вызывая у животного стресса. Тут вы, ребята, справитесь лучше, чем мы с Ричардом. А эта свинья знает вас намного лучше. Готовы? Что ж это такое? Не мельтеши. Не туда, не туда, сюда. Загнать 32 в фургон было просто. Теперь надо выгнать оттуда остальных. Так, с Ветикой еще одну надо выманить оттуда. Хорошо, закрываем. Быстрее закрываем. В конце концов, у них получилось. Одиннадцать утра. Наш фестиваль в честь конца весны и начала лета открыт. Я хочу, чтобы день начался громко, и поэтому очень надеюсь, что с шампанским можно будет устроить настоящий салют. Стив? Стив? Да. Они приближаются. Если оно не газировано, я убегу и спрячусь дома. А я бегом в винный магазин. Ух ты, посмотри. Невероятно. Бог ты мой, какая красота. Вкуснота. Это лучшее домашнее вино из тех, что мы делали. Согласись. Твое здоровье, приятель. Так, в очередь, господа. Шампанское открыто. Кто хочет бокал, первый за счет заведения. Торопитесь. Давно не получал столько внимания. Наше шампанское не очень крепкое, всего 4 градуса. Для такой погоды лучше просто не придумаешь. Шампанское из цветов бузины. Ограниченная партия. Кто хочет бокал? Просто фантастика. После лесного аперитива угощение для тех, кто по-настоящему проголодался. Бристольская свинья на вертеле. Все ребята здесь. Помогают продавать. Ну что ты? Это наша свинка, все хорошо. Она на вид такая вкусная. Я бы всю ее съел. Фермеры надеются собрать 500 фунтов, чтобы благоустроить свой участок. Это лучшая поджаристая шкурка, которую я пробовал. А значит, придется продать 150 булочек со свининой и не слишком налегать самим. Вы едите свои же деньги. Помните об этом. Хотите заработать? Прекращайте лопать. Мы хотим отдать должный продуктам, которые сами вырастили. Поэтому мы попросили гостей принести и что-нибудь со своих огородов для нашей лавки. Чайный кекс с апельсином. Могу поменять на мед. Отлично. Люблю мед. Отличный обед будет. А это на сэндвичи пойдет. Органический ревень из Нортингема. Вчера собирали. Замечательно. Спасибо вам большое. Вот ваш билет. Прогуляйтесь, осмотритесь. Привет, ребята. Как дела? Тут много хорошего, правда? Ух ты, спаржа. А тут бренди не пожалели. Какой запах. Это вам. Прекрасная сделка для обеих сторон. Что думаете? Объеденье. Нравится? Очень вкусно. Всем хочется попробовать бристольские свинки на вертеле. Так, мне нужна новая порция. Держите. Вам шкурки положить? Давайте. Интересно, смогли они заработать сколько хотели? Всем большое спасибо. Мне очень жаль, но мы уже все распродали. Не осталось больше бристольской свинки. Восемь сотен фунтов с одной свиньи. Да, ребята, да это же просто здорово. Это неплохие деньги. Их можно потратить, чтобы все обустроить и расширить хозяйство. Я вам завидую. Мы решили купить пять индеек, сделать птичник побольше, а еще посадить фруктовые деревья. Давайте похлопаем ежевичной ферме. Ее ждет прекрасное будущее. Молодцы, ребята. Весна цвела и вдохнула в нас новую жизнь. Теперь можно слегка расслабиться и насладиться наступающим летом. А осенью нас ждет настоящий большой урожай. А пока обильное и вкусное лето. Три, два, один, тяни. Давай, давай, сажай, сажай. Мы первые. Мы первые. Переведено и озвучено компанией New Media в 2011 году.